Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл бесед с рабочими города Улан-Удэ. Сегодня с нами Пётр. Здравствуйте, товарищи! И сразу хочу оговориться, эти вопросы основаны на опроснике Ленина, и мною подредактированы, и под современные условия сокращены во многом, но суть, я думаю, сохранилась. Наименование предприятия, где расположена сфера производства. Сокращенно оно называется ВСДМ, Восточно-Сибирская дистанция механизаторов. РЖД, да, РЖД. Сопрощенное РЖД, то есть это структура РЖД. Одна из дочек РЖД. Ага. То есть вы чем там занимаетесь? Мы занимаемся, ну, коммерческая работа получается, погрузка, выгрузка вагонов, то есть переработка груза. То есть вы грузите вот товарную станцию у вас на Транссибе, получается? Да. То есть у вас это? Ты конкретно что делаешь? Конкретно моя должность, я механизатор. Что у нее? Ой. Ну вот конкретно непосредственно сама выгрузка и погрузка вагонов. Каким образом? Ну, образом, с помощью техники, с помощью техники, ну и с помощью приспособлений различных, ну там стропы, ну помимо крана техники. Ну, то есть ты работаешь на крайней, я тебе про это. Да. Ну, в основном? Ну, работаю на крайней, нет, не в основном. В основном я работаю механизатором, на крайней я работаю, когда нету крановщиков, когда они, допустим, в отпусках, на больничных или где-то в командировках. Я обмениваю. Вот так вот. Понятно. Сколько у вас примерно работает? Да, кстати, вчера я этот вопрос считал. 15 человек на моем участке. А, наверное, на твоем участке. На моем участке 15 человек. А так, допустим, если взять по восточно-сибирской дороге, то очень много, человек, я не знаю, наверное, 500. Ну, ваши именно обслуживающие. Да, вот этот ВСДМ, контора находится в Иркутске, а вот получаются участки, так участки, в Лондонский участок, Сент-Туй, Наушки. Раньше еще входил в наш состав Тальцинский участок, сейчас как-то сделали странно, он к нам не относится, он отдельно своя, у него жизнь, отдельное финансирование. Ну, то есть раздробили там. Раздробили, но. Соотношение женщин, мужчин, гастарбайтеры. Гастарбайтеров нету, гастарбайтеров нету вообще ни одного. Потому что они все без специального образования. Угу. А у вас там требуются навыки? Просто необходимо. Даже, ну, навыки, конечно, нужны, да, но корочка, корочка нужна. Вот в отличие, допустим, от коммерческих предприятий, где обычно, где работают, на обычную дядю. Дядю без разницы, есть корочка, у тебя нет корочки. Работаешь, приносишь, как говорится, доход, ты ему, он рад. А у нас корочка должна быть обязательно. Количество женщин, мужчин. Сейчас женщин, вот просто идет оптимизация труда. Это по-простому сокращение персонала. Навешивание лишних работ, на одной очереди. Да, 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 оптимизация труда, она в том и заключается, что да, что сокращение рабочих. И вот женщин всех, допустим, ну, там, в приемную она сидела, там, вот самая, вот Ольга, такая умница, вообще, все, без проблем, любые документы, что нужно сделать, все, 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 все знала, все, вообще, вот просто, как бы, на нее. Сейчас ее нету, и, как бы, вот, пока еще командировки, после, как ее сократили, не ездил, никуда, там, ничего не оформлял, документы никакие они. Не знаю, как все это будет выглядеть. Деревенский. Деревенский состав. На данный момент таких нету. Раньше были. В основном городские работы. Сейчас в основном городские, да. В основном городские. Понятно. Условия труда. Вредность есть у вас там нет? Условия трудна. Работаем, в принципе, работаем все время на улице. То есть, ну, у нас регион северный. Да, вот единственное, что, ну, снег, и думаешь, что на улице. То, что на улице, то ты находишься вот в этой среде, находишься. И, как бы, это вот. Уровень применения ручного труда. Насколько часто? Насколько распространено? Все ли механизировано? Нет, не все механизировано. Остаются моменты, желающие лучшего. Желающие лучшего. Это, например, в 90-е годы вот в Центуи построили, как он получается, пандус, или как назвать-то его, для выгрузки угля, так? В общем, неудобно получилось. Когда уголь выгружаешь, так у тебя уголь остается весь на путях. И потом нужно пути чистить. Как бы, это одновременно, тебе нужно лазить под вагонами, в общем. Хотя, в принципе, есть такая буква. Это же опасная тема. И о чем говорить, да, что, в принципе, буква есть такая, да, в правилах техники безопасности, что под вагоном, ты вообще никаким образом не должен кататься. Никаким образом под вагоном. А то ты с лопатой там еще и чистишь его, этот уголь. То есть, вообще, прямое нарушение техники безопасности. Хоть в принципе, да, когда, допустим, вагоны стоят под разгрузку, да, там ставятся ограждения, тепловоз вообще уезжает, например, с этого участка, да, тепловоза там вообще нет, он стоит за воротами. Если он даже где-то стоит, то он за воротами никак не рядышком. Если, допустим, тепловоз заходит на какие-то маневры, да, то, естественно, там бежит начальник участка, руками машет, чтобы все туда выпрыгивали, вылазили и прочее. Только после этого запускает тепловоз и уже там делает маневры. Как бы все равно люди, все равно люди, ну, как бы друг от других более-менее. Нет, ну, понятное дело, люди, организация просто опасная. Ну, сама организация труда, организация рабочего места, то есть травма опасная в некоторых местах. В некоторых моментах, вот ты говоришь, там. Ну, она, вот эта опасность, она компенсирована внимательностью, внимательностью начальника участка, так? Ну, компенсируется. Но я к чему, что вот по поводу труда, да, вот, например, да, это тяжело. Под вагоном разгребать эту текучу гуля, под вагоном, это тяжело. Вот и тяжело. Понятное дело. Плохая автоматизация труда. Так вот, что-то... Ее вообще нету, вы под вагонами там вручную же гребете эту текучу. Ну, лопатами, но... Ну, не руками, а лопатами, конечно. Ну, а вообще нет таких моторчиков такого прочего. Только я и говорю, ну, как это, ну, как это, они там и сто лет назад лопатами гребли. Вот, когда, например, в Иркутске, да, там вот этот самый разгрузочный путь, так, он сделан в виде такой клетки. И все это просыпается сквозь эту клетку вниз туда. То есть, путя практически там веничком может пройти. То есть, там конструкция сама продуманная. И потом, они как делают, да? Когда они все это выгрузили, проходит этот самый погрузчик, делают уборку, в сторону откидывают весь уголь. Так, у тебя там открытая площадка, подъезжает погрузчиком, погрузчиком поднимают люка, потому что люка там гнутые, поработают, заклинивают и прочее. Так, поднимают люка, они чик-чик-чик, быстренько там кувалдочкой закрыли все эти защелки и все. Условия для отдыха, перекуры, обеды, как все соблюдается там по времени, есть ли где нормально поесть? Есть, но это все-таки, это все, а наработка-то еще с советских времен, если построено было здание, да, еще с советские времена, так, и там была предусмотрена кухня, да, кухня, туалеты там, да, там душевая, да, это все уже было построено с советские времена, а оно до сих пор эксплуатируется, никто нам этого не запрещает. Есть? Ну, хоть не отняли, то хорошо. Есть, есть. Соблюдение техники безопасности случаев травматизма и последствий, вот же там, это опасная тема, это железная дорога. Ну, да, железная дорога опасная, так это тема, ну, в нашем участке, да, не было травматических случаев, ну, в реальности не было, не то, чтобы там официальных, ну, даже и скрытых не было, да. Ну, на твоей практике. Ну, да, на моей практике ни разу не было ничего такого, да, ежегодно проходишь, как его, экзамены по сдаче, по технике безопасности, по электробезопасности. А так проверяют там, то есть смотрят, соблюдают, наказывают или есть ли нарушения? Ну, раньше все это было, когда контора была здесь, в ЛНД, так, и инженера, они были под рукой, ну, обычно это девушки, они, ну, в любой момент могли выйти на площадку погрузочную, да, там, и посмотреть, ты там, в каске, не в каске, в желтой, в этой желтой, в этой желтой, в этой жилетке, в этой, ну, и вообще там, как, каким образом ты делаешь все это дело, так. Могли выйти, как говорится, наругать, наказать, вот так вот, вот, понятно. Сейчас они в Иркутске, и поэтому, как бы, им посложнее в этом смысле, да. Ну, и мы, как бы, все тоже люди взрослые, понимаем прекрасно, что если не будешь этого соблюдать, то в какой-то момент, как говорится, палка выстрелит. А молодые у вас кто-нибудь приходят, вообще, как с текучкой, как с заменой? Да. Пришли молодые люди, у нас же, как же, железнодорожные, это, 5, да, и людей набирают, стараются, железнодорожных этих, вузов. Ты имеешь в виду про инженеров, я тебе про рабочих говорю? Про рабочих тоже. Я имею в виду, там, допустим, техникам, не института техникума, они же тоже, это самое, тоже там так же распределяют. Зарплата, условия выплат, сдельный или оклад? По поводу зарплаты, да, ну, там, как получается, ну, все вовремя, на данный момент все вовремя, да, там. Были задержки, да, раньше? Нет, на моем бытности ни разу не было, не в те времена, когда я работал, не сейчас, я уже, чтобы людям было понятно, раз меня сократили, попал под сокращение, так, потом, когда снова все восстановилось, я снова пришел на этот товарный двор, и снова работаю, и, кажется, получается, у меня два временных отрезка. Когда тебя сокращали? Что-то в 12-м, что ли, году сократили. Сколько не работал там? Четыре года точно. Как перечислять, белые или серые? Нет, все бело, все, это, все бело, все, все пенсионные, там, и прочие налоги, все это дело оплачивается, ну, это же железнодорожное предприятие, тут, как бы, это самое, социально все. То есть, это все, как у вас, сдельное или оклад, или, как бы, почасовое? У нас, значит, они постоянно делают так, то сделают повременка, то сделают поздельно, переведут, ну, меняется это, так. Видимо, раз сделают это, там, допустим, повременка, да, там, повременно, да, там, а товарный двор, это такая штука, так, там ничего запланировать нельзя. Вот почему-то, да, вот так вот, да, вот, ничего запланировать нельзя, видимо, на таком уровне, да, вот, что тоже зарплатную плату, да, как, где лучше сделать, так, тоже запланировать нельзя. Сейчас выгоднее, допустим, платить ребятам, кому выгоднее, им? Ну, да, им, буржуи, буржуи, ну, не буржуи, конечно, там поднимет, но над ними тоже есть буржуи, так что, я не знаю, как. В конечном итоге все равно там наверху, да, там все потом все корни уходят все равно в Москву, и это, они постоянно думают, как это сделать, так, так, и так, короче, пока они думали, пока сделали, ситуация уже изменилась, они снова меняют, допустим, поддельно сделали, раз, работа пошла, работа пошла, там, бах, 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 они смотрят, что-то, ничего там много зарабатывают, да, что-то, как будто бы, это самое, планировали, это одно же, а что-то получил, в другую. Пока они там это анализировали, пока данные пришли, пока данные собрали, пока они пришли, пока они все это, все это дело переварили, пока приняли решение, не, будем платить по временам, к тому времени уже, бах, товароборот упал, мы сидим, а зарплата нормальная, ну, так получается. Дальше пойдем, вот, рабочий день. Рабочий день. Какова в среднем реальная длина? Восемь часов. В среднем, да. Как часто бывают переработки, как они оплачиваются, интересно, у нас обычно у всех там... Переработки, у нас переработку, они, как делают, они ее не допускают, то есть, допустим, у них, как сделано, норма часов поквартальная, ну, допустим, у них есть норма часов каждый месяц, и еще потом общую квартальную часовую норму, так, что подгоняют, так. И вот, допустим, определенный, ну, квартал, допустим, нужен, допустим, там, не знаю, там, 500 часов, например, должно быть, да, там, рабочих быть. И все, они уже третий месяц, последний квартал месяц смотрят, ну, допустим, там, у тебя, это, вдруг, у тебя много часов получается, все, иди домой. Сколько вы в среднем получаете, там, рабочие? Работяги, которые работают на площадке, получают в среднем, вот, 35. Ну, чуть меньше, в среднем по стране. Понятно. Ну, что-то не шибко много-то, за работой в Сибири на улице. В Сибири на улице-то. Дальше, вот, идем, руководящие лица. Какое отношение ИТР старших менеджеров к рабочим? У нас, вижу, до какой степени сделать оптимизацию труда, да, что осталось, в принципе, у нас там три слоя, как бы, получается. Это работяга, между начальником и работягой есть мастера и начальник. Все. Сколько у вас там мастеров? Мастеров, получается, на должности стоят двое, и один еще их подменивает, когда там, где они там, кто болеет, кто в отпуску, там, и прочее. Подменивают. Как я вот крановых подмениваю, так же один, там, у нас тоже. Он механизатор, с нами же вместе прыгает по вагонам, но когда кто-то, допустим, уходит от отпуска, он с радостью бежит подменивать. Ну, естественно, тариф другой уже там, и работа по... То есть у вас в нормальное отношение? Да, нормально, да. Нормально. А к требованию условия приема на работу, как? Легко к вам настроиться? Очень тяжело. Меня взяли на эту работу так, потому что я там уже работал, как бы, все, ну, все это, все знаю, мне не надо учить. Потом... И когда меня вот второй раз-то он взял, получается, на работу, да, уже, вот, после сокращения-то, вот, после четырехгодового, пятигодового, вот этого интервала. Значит, мы с ним поговорили в кабинете. С кем? С кем? С начальником. И, значит, вышли, и он мне на лице говорит, а когда мы с ним разговаривали, я ему показал все корочки свои, ну, он уже знает прекрасно, что я крановым работал раньше, корочки есть. Значит, он вышел и говорит, если бы, ты не был бы, вот, у тебя не было бы, все хоть и корочек, корочек крановщика, корочек стропольщика, еще, ну, водитель, получается, да. Если бы всего у тебя от этого не было, да, и, как бы, это самое... Ко мне, как, ходят постоянно, ну, просится, и даже из старых, из старого состава, ребята, но у них нет вот этих много профессий, не могут один совмещать. Я бы тебя как-то не взял. То есть они берут универсальных солдат, которые могут все... Да, 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 универсальные солдаты. Это, конечно, меня маленечко, ну, как бы, это иногда бывает напрягает в том смысле, что тебе тут надо бежать и на кран, тут же бежать там, а ты все же просто, ты же не побежал и сел, прыгнул на кран. Тебе нужно путевку оформить, тебе нужно вахтенный журнал заполнить, тебе его нужно не просто заполнить, тебе его еще нужно его подписать. А вообще по инструкции тоже, как бы, это самое, сначала нужно там посмотреть этот кран, проверить его на исправность, прежде чем заполнять вахтенный журнал. То есть они на одного человека вешают кучу задач из-за этой оптимизации, всех посокращали, кого могли, взяли таких людей, которые имеют там кучу навыков, как бы там оставили самых таких, которые способны на... Ну вот она, оптимизация труда, вот так она вот происходит. А вот это же вот тоже такая неоднозначная тема, что вот соглашаясь вот на вот это выполнять кучу задач, получается этим косвенно способствовать сокращению вот этому. То есть они понимают, о, он может много, так мы оставим одного, двоих выпнем, и так вот в конечном итоге вот на этого одного навешиваются обязанности вот этих двоих, которые... За ту же зарплату примерно. Ну, как, ну они еще обучают, допустим, вот ребята, кто, допустим, там работает, да, у кого? Нет, ну, понятное дело, вот я и говорю, они могут еще тебя научить, если ты готов вот идти на вот это, как бы это, там нет таких разговоров, а что я должен делать-то кучу всяких работ дополнительных. Как у вас там в договоре записано, кул договор у вас есть? Есть. Кул договор есть, и он, кстати, часто что-то это переписывается. А, его переписывают, а кто его переписывает? Вы участвуете в этом деле? Ну, в формировании договора, кул договора что-то, я не знаю, я, например, ни разу не участвовал, ни за что не голосовал, никто мне ни о чем не это самое нет. Не информировал. Обслуживание, ремонт техники, уборка рабочего места. О, вот из-за того времени производится и как оплачивается. У нас вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот, ну, не очень плохо, но плохо. Вот это, я бы сказал, плохо. В целом, какое состояние там есть? Состояние, как бы, краны-то, ладно, ну, краны, как бы, пригоняет к нам новенькие, да. Но все равно они работают, представляешь, краны, да, вот вроде бы наша российская техника, да. А они целыми днями работают, работают и работают. Вот каждый день, это мы работаем до пяти, а кранычки-то работают до восьми. И они каждый день с восьми до восьми. А у них они сменно работают? Они сменно работают, по два дня. Вот. И каждый день эти краны с восьми до восьми наяривают. Естественно, они, иногда бывает, там, что-то какая-то трубка не выдержала от этого всего. Где-то, что-то там, какой-то там ремень порвался, там, элементарно, да. И просто от старости гниют радиаторы, там, ну, там, такое бывает, да. Ну, понял, и это, получается, вам надо ремонтировать? Ну, как, оптимизация труда, опять же-таки, она идет полным шагом. У нас один есть слесарь. Он работает в Тольцах. Но мы его вызываем, когда нужно, ну, сюда, к нам, в Лан-Удэ. И он с радостью приезжает и работает, как бы, ну, помогает, делает. И вместе с ним, в общем. Ну, так, что там, приехал, бросил нам у кран. На, делаю. Вместе с ним и монтируешь. То есть вы непосредственно участвуете в этом? Ну, конечно, да. Ну, и самому. Ну, как это вам идет зачет? Вот, если вы сдельно работаете, вот, допустим, у тебя сдельно, а ты в это время сидишь и делаешь свой кран. Мне крановщики, они идут по часовой. Их даже не это. Они не пытались переводить поддельно. Вот, видимо, может быть, даже еще из-за этого, кстати. Вот. У них все по часовой. Я хочу сказать, что организация снабжения запчастями, вот это у нас плохо. Радиатор надо. Это там нужно, что-то какие-то рапорты они там должны написать. Ну, не я, конечно. Бюрократия опять это. Но рапорта отправить это в Иркутск. Там они то ли будут рассматривать, то ли им для того, чтобы был повод, чтобы купить. Видимо, без него не могут они купить. Там они купят. Какими-то машинами, там, сюда транспортными, сюда пока отправят. Это произойдет, естественно, не один, сколько там дней это там уже. Пару бывает и очень много. Есть ли какое-нибудь дополнительное медицинское или курортное обслуживание? Есть ли садики, детские лагеря, предприятия? Вот это... Ты же работник железной дороги? Это все есть, так это все есть, да? Железнодорожник ты же получаешь? Да. Это все есть, так? Так, санаторий есть, точно знаю. А ты в нем был? Точно знаю, значит, не был. Потому что люди говорят, что он есть. Есть, так. Как быть, вопросом не занимался сам лично, да? Может быть, туда и можно прорваться, может быть, туда и нельзя прорваться. Как бы там, тот момент. Ну, как бы оно есть. Оно есть, но я не знаю даже, что по этому поводу сказать. Ты с этим не сталкивался? На себе не прорвался? Да, я ни разу, даже туда не рвался, ничего не это самое. Профсоюз и другие организации рабочих, коллективный договор. Как вас там с профсоюзом? Чем он занимается? Ну, выплачиваем эти... Вносы он, по крайней мере, собирает, да? Вносы собирает. Что-то помнишь, какая там цифра там... Что делает? Что делает? Отдачу ты от этих собираний взносов ощущаешь? Какой-нибудь? Ну, во всяком случае, докладов о каких-то проделанных работ я не видел, не слышал. Может быть, что-то и делает, потому что, как бы, может быть, оно и поэтому вот эти взрослые согласия берутся, и иногда оплачиваются и в двойном размере. Может быть, это и есть работа. А вообще, как бы, народ что говорит? Не было таких разговоров, что вот надо какой-нибудь собрать там действительный профсоюз или как-нибудь там повлиять на это. Об изменении коллективного договора, недовольство какими-то условиями, что-то как-то поменять. Нет, железная дорога, да, кто работает на железной дороге, так железной дорогой, в принципе, никто не это самое. Все довольны. Довольны почему? Потому что на железной дороге более-менее зарплаты чуть-чуть повыше, чем тут везде. В городе, например. Ну, или как в Сибири, вот, по-уанной. Ну, я, да, имею в виду это, да. Потом постабильнее, как бы, постабильнее с выблотами никаких проблем, там, как-то маленько, все, как бы, посерьезнее, да. Единственное недовольство, да, вот, как бы, в кулуарах, это все равно нашими чиновниками. Ну, то есть у вас все идет туда. Да. В принципе, это железную дорогу, как бы, сильно-то никто не хает. Ну, пока они имеют на нас, на нашем. Нет, ну, я тебе не говорю не хает, а вот у вас есть какие-то же, там, проблемы, зарплату, вот, уже вам не охота ее повыше, там. Вы не понимаете, что, как бы, это, какие доходы у железной дороги и какая часть из них вообще вам перепадает, потому что, при том, что вы все делаете на этой железной дороге, если бы вас не было, она бы вообще будет, ну... Не, ну, конечно, конечно, понимаем все это дело, да. Не в курсе про то, что, там, вот, рабочие в среднем, там, на таких предприятиях свою зарплату отрабатывают за первый час, там, ну, максимум два. Остальное все свое время он работает на прибыль. Боже. Ну, побаиваются, потому что, если ты начнешь, там, тебя никто не поддержит, ничего не это самое... Ну, а кто пробовал организоваться, там, или еще что-нибудь? Ты не слышал о таких, там, случаях? Может быть, кто-то это пробовал? Нет, никто даже не пробовал. Ну, у вас даже никто не пробовал. Никто даже не пробовал, да. Потому что, когда, вот, были выборы, вот, это у Путина-то, очередные-то, ну, как выборы. Кого надо. Ну, и это, значит, я перед этим, как бы, там, с людьми разговаривал, что там, кто там, какие настроения, там, за кого будут голосовать, так. И, там, любят Путина до сих пор очень многие, очень многие любят, как говорится, Путина до сих пор и верят в него, смотрят телевизор. Ну, а вообще, как бы, понимание о том, там, роли Путина, вообще, реально, там, чьи интересы он представляет, и кто за ним стоит. А понимание о том, что поменять Путина, там, на Мутина, там, я не знаю, там, на Медведева, там, на Волкова, это, как бы, ничего не изменит. Есть такое? Есть такое? Есть такое, да, есть такое. Есть такое? Люди такие, люди уже так уже, допустим, разговаривают. Кто-то, допустим, не сектор, который, о, Путин, если бы не он, надо бы, то сейчас бы все бы, американцы бы, все бы, тут бы, не знаю, стреляли бы, там, не знаю, что с нами было бы. Некоторые думают, как, большинство, большинство, вот, на железной дороге думают, как, какая разница, Путин, не Путин, ничего не изменится, да. Все равно буржуи будут, да. Да, кстати, они так говорят, что все там. Ну, уже, как бы, это уже прогресс, это уже пришло понимание, а раньше думали, там, царь хороший, бояре плохие. То есть, уже понимание есть, что, без разницы, какой царь. Да, что это система, что это система, что это даже. То есть, уже, как бы, есть прогресс, только это вот, теперь осталось продвигать понимание, как побороться. Ну, они даже близко не представляют то, о чем ты, ну, как ты думаешь. Нет, я понимаю, что они, мало, ну, вот так это же. Они просто думают, допустим, что один вот так вот себя ведет, и второй так же будет. Нет, ну, понятное дело, у нас общество, это какое? Буржуазное. Сознание общественное, значит, будет буржуазное. В большинстве своем будет так и думать. Ну, это, как бы, ничего еще не значит. Еще ничего, не поздно. Ничего, это не поздно, и это не повод для этого. Для умения. Да, то есть, это, как будто, это вопрос-то, это, собственных решений для себя. Это начинается там с одного человека, с изменения сознания своего, как там это, все это движение. То есть, все это начинается с малого. Понял сам что-то, объяснил товарищу. Огонь разгорается с искры. Да, вот почему большевиков газеты «Искра», кстати, было. То есть, понял сам, объяснил товарищу, там, еще товарищу. Потом объединились, договорились, начали что-то вместе делать. Понимаешь, главное же, это понимание не одного, как у нас там, пойти там, узить, да, правильно? Что ходить в одного, тебя там выпнут, и все. Можно грамотно, технично, не спешать действовать. Тем более, сейчас даже вот в буржуазном праве, который вот сейчас есть, там есть положение, которое добытое трудом там предыдущих поколений рабочих. Они зафиксированы, то есть, там, коллективный договор, организация действительного профсоюза. Это как бы реальные рычаги, которые еще есть, они как бы никуда пока не делись, не уничтожены. То есть, и нам даже проще, вот сейчас, вот там, вот в 17-м году, вот там, в начале 20-го века, вообще можно было за организацию забастовки на каторгу заехать, или там дворяним ссылку. И то народ, блин, ее-мое, собирались, а у нас сейчас, фу, можно по закону ее организовать, тебе даже еще платить будут, если знать, как это делать. Зарплату будут платить. Да, ты поверишь, что так можно. Вот я, кстати, тебе говорю, что надо просто учиться. Мы уже подошли, вот как раз, общее настроение в коллективе. Есть ли попытки организованной борьбы? Обсуждалась ли сама возможность таковой? Мысли, мысли была, попыток не было, но мысли была. А ты обсуждал эту мысль с кем-нибудь? Да, мы когда, допустим, в вагоне работаем, да, да, ну, разговариваем, мы там работаем, показываем там, ну, че-куда, ну, че-нибудь там. А в вагоне, когда мы работаем, да, мы же, получается, у нас как будто бы, наш домик, ну, как бы он глубокий, мы там разговариваем, не слышно. Рядышка можно ходить. Возле вагона да. Будет какое-то бубнение, а ты не поймешь, что это говорит. И поэтому мы разговариваем. Бывает, когда очень хорошее настроение, песни поем в погоде. Нет, серьезно, песни поем. Давай, рассказывай дальше. Разговоры бывают, мысли бывают действеннее. Нет. Действеннее. То есть у вас разрыв практики. Потому что все равно начальство смотрят, одно дело ты, когда, как говорится, болтаешь, а другое дело, ты начинаешь делать действия. Вот только ты начинаешь делать действия против буржуазии. Буржуазии, мне кажется, сразу же применим действие тоже. Нет, ну так вот в этом и проблема, что надо действовать не как попало, там, хаотично, в одного или маленькой группы, а организованно. В соответствии со знанием законов, своих возможностей и с пониманием того, что если ты все это сделаешь правильно, то у противостоящего класса у него мало вообще рычагов воздействия на вас, если вы организованы. Их вообще практически нет. Кроме там открытого террора. А кто там на открытый террор, что там? Как при царе вызовут войска и пойдут вас расстреливать, ага. Тут вот сейчас нынешняя ситуация, это вызовет обратный вообще эффект. Понятно. Они это прекрасно понимают, что это вообще не вариант. Тем более сейчас средства массовой информации у нас. Да, все это, такая буча подымется тут. Это понятно дело, все это дело. Везде это организовано, с знанием дела. Это же все работает. Это же пример докеров, авиадиспетчеров, которых там зарплаты, которые вообще там в разы больше ваших. А как они так стали? Не на ровном месте, не там кто-то добрый дядя им поднял. А они вот именно этим организованно занимались. Изучали. Тем более сейчас вот все есть. Есть Красный университет. Учить не хочу. Есть Российский комитет рабочих. Нет, нет, нет. Давай от обратного, да? Вот не будет несправедливо. Ладно. Они, допустим, да, вот это, зарплата чуть больше, чем обычных, да? Там, как бы, нормальные условия труда. Все организовано, да? Назовем это рычагом, да? Как бы, ну, давление, да, получается? Рычагом давления у них, да? Но с другой стороны, будет несправедливо, да? Они создали такие условия, так? Есть предприятия, вот эти, да, где идет конкретная эксплуатация, обман. Там люди отработают, да, он на леса повалит, там, это самое так. Навалит он 3000 кубов, например, да? Ему за это вообще не заплатят ничего. Он в лесу там проработал полгода. Ты его сейчас говоришь, это даже нигде. Нет, например, да. А он, этот предприниматель, так не заплатил своему работнику вообще ничего, да? Или там какие-то копейки заплатил, да, там, от силы, да? Вот. И будет несправедливо, да, если мы начнем сейчас душить железную дорогу, да, когда тут происходит такое. А происходит такое... Ты опять скатываешься. Вот именно почему происходит такое, вот даже в лесу вот это вот преступное это. А как раз потому, что вот рабочие на крупных предприятиях сидят и помалкивают. Потому что вот, как ты говоришь, вот участника позволяет. Участника там вообще нет вариантов поворот. Почему вот фабрично-заводские, городские, рабочие это авангард рабочего класса вообще? Потому что только они имеют возможность и реальную силу улучшить положение всего рабочего класса, всех трудящихся. А не какой-то там ни какие-нибудь продавцы, ни менеджеры, ни мерчендайзеры. Их там как это, как кот наплакал, и они не производят основную прибыль вообще всей этой буржуазной системы. Плюс их можно быстро выгнал, набрал. А всех там рабочих там заводов, у вас даже, вот ты же говоришь, навыки нужны. Нельзя Васю взять с улицы, который будет так же работать эффективно, как ты. Нельзя. А если вот вы все там всей толпой скажете, аху, мы сейчас вот будем все с этого дня будем работать на 2 часа меньше. Или там на 3. Не полностью остановим, а приостановим. У вас с законом вообще разрешено. Приостанавливали в эту работу. Вот приостанавливаем, мы вот не полностью работаем. Вот на 2 часа меньше, как для денег. У него, он сразу посчитает этот убыток, и ему проще там даже вот ваши требования рассмотреть, там что-то, зарплата или еще что-то. И поднять вам зарплату. Рассмотреть вот коллективный договор, который вы составите, там какие-то пункты. Да, вот вы, допустим, составите коллективный договор своих интересов. Ему предоставите, у него будет коллективный договор своих интересов. Вот 2 сопоставите, там организуйте переговоры. Он посмотрит, да, на все, конечно, может он и не согласится, а на часть согласится, о, уже лучше стало, выше зарплата, еще что-то. И понимаешь, и вот когда начнется вот это движение у вас на крупных предприятиях, вот эти все мелкие, им тоже придется ориентировать. А не надо смотреть там на галимое преступление. Вот это, когда человеку вообще не заплатили, это даже с точки зрения буржуазного права это преступление, причем уголовное даже. Так я что-то говорю, что вот, ну, ты считаешь, что это нужно сделать через большие предприятия? Ну, где много рабочих и прочее, да, там, как бы, получается? Я не считаю, я это, как бы, знаю, что единственный способ реально это вот. Даже вот, допустим, я не говорю там про вас, у вас мелкое довольно-таки разрознение, у вас сложно это организоваться, но возможно даже. Ну, смотри, да, ну, допустим, да, владельцы этих крупных предприятий, да, пошли на новую встречу, да, и начали поднимать зарплату, да, скажем, ну, что-то там забунтовали, да, народ забунтовал, да, поднимают. Ладно, допустим, вот, там, например, на ЛВРЗ, допустим, подняли зарплату, допустим, подняли зарплату на железной дороге, да, допустим, да, а остальные-то люди-то, которые вот, которые вот так вот работают за 20 тысяч, там. Вот, смотри, дальше я тебе рассказываю, вот они посмотрят, о, а как вы так сделали? Ты знаешь, вот, пример, когда вот учили, вот мы даже с Виталием разговаривали, он говорит, вот один как вот случай травматизма. А может быть, есть другой случай, а может быть, есть другой, например, да, вот, другой, например, вариант, да, а может быть, для этого всего есть, да, специальные люди, так называемые чиновники, так, которые должны, должны быть люди, да, в ряде чиновников, да, которые должны контролировать, как тут у нас все это дело происходит. Вот то, что ты сейчас меня опрашиваешь, да, вот с таким же самым опросником, по сути, это чиновники должны ходить на предприятия, так? Ну, это и сейчас... И это, и чиновники должны были... Почему они должны? Все это... Почему они должны? Ну, например, да, почему они должны? Смотри, я сейчас вот тобой простую логическую цепочку ставлю. У нас государство какое? Буржуазное. Соответственно, у нас диктатура чья? Диктатура буржуазии. Чиновники, это сотрудники вот этого государства. Да, согласие у нас с тобой. Осуществляют они интересы буржуи. Не в их интересах, не в их заказчиках интересов опрашивать вас это. Почему? Ну, смотри, дальше, что происходит. Дай, 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 докончу, смотри, да. Мы платим налоги. Мы налогоплательщики, так? И почему мы платим им зарплату? Для того, чтобы они наши интересы выполняли. Почему? Значит, тогда мы можем их уволить. Почему вот этого Ты не можешь их уволить А с чего ты вдруг С чего ты их нанимал Он чиновник Но должны какие-то быть законы Если он не выполняет своих работ Закон это оформленная Юридически воля правящего класса Правящий класс какой У тебя логическая ошибка сразу Вот то что ты сейчас описываешь Это правомерно Знаешь для какого государства Для социалистического Когда установлена диктатура Пролетариата и чиновник Выполняет именно волю рабочего класса Тогда его да заставят Идешь и проверяешь Условия труда И он заинтересован В моих представлениях так все и должно быть У тебя представление о государстве Социалистическом Ну да я согласен Да не представление А у меня как бы желание Чтобы было социалистическое государство А ты пытаешься Вот это представление о социалистическом государстве Натянуть на глобус буржуазного государства А буржуазное государство Это антагонист У него цели в конечном итоге другие У него наоборот Цель такая сделать Как бы эти все эти Ну понятно дело Конференции поменьше А прибыль капиталиста побольше И понимаешь И как бы да Желание есть у нас Восстановить там обратно Это социалистическое государство И обратно социалистический путь Там все это И установить обратную диктатуру Рабочего класса Все это понятно Но как вот это сделать А все это начинается с малого Если вы не можете побороться За свои права Даже в рамках своего предприятия О какой там диктатуре Рабочего класса Может быть сейчас идти речь Не придет никакой там за вас Новый там Товарищ Ленин Он не появится на ровном месте Он появится вот из этой борьбы Из нашей То есть все вместе поймем Не все там И не надо ждать Что большинство это поймет Большинство пойдет Вот за каким-то авангардом За тем кто будет впереди Тем кто пойдет Им покажет Ну ты же знаешь Что у нас как бы Победет Да Как все это работает И всего лишь А если вот ты Немного осознаешь Вот это Твоя как бы Не только как бы Возможность Твоя обязанность даже Донести это Ну ладно Другой вопрос Тебе у меня есть тогда Вот если бы я работал Не на железной дороге А вот работал бы Например Вот той же самой Какой-нибудь УПшника Да И что Ну как бы это И вот ты предлагаешь Я бы Тогда получается Там бы я должен был работать И ждать Когда Там Зачем На железной дороге Там ребята Когда они там Поднимут кучу Смотри Зачем на железной дороге Надо не ждать А вот как я делаю Я же вообще работаю Как бы вообще Как бы в другой сфере А помогать товарищам То есть Знаниями Вот 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 мне Зачем надо было Вот я сидел там Изучаю Да и сейчас продолжаю Изучать Вот это вот Все это Теорию Все это Красный университет Вот там В парке То есть Зачем мне это надо Мне же вообще Вот так Если с точки зрения Там Бужуазно Вообще Как я живу Футболка Вот эта вот Вся эта возня Вот я вот Организую Вот это Что-то снимаю Тут Вот это же Опять же Сними Монтирую Вот этот Опросник Составляет Вот Зачем мне Это надо Ну У тебя Потому что Есть Идея Идея Приблизить Или Как это Вернуть Социальное Государство Или Создать Ну Что Социальное Государство Это Опять Это Буржуазно Это Термен Ну Пролетарский Класс Как он Называется Да Ну Побороться За интересы Рабочего Класса Да Бороться Да Для этого Тебе это надо А зачем Больше Ты еще Зачем Ты больше А у тебя Нет такого Желания Нет Желания Это Есть Я же Говорю Я В колуарах В переменах В Прочее Нет Нет Разговариваем Продолжай Что Можно Сделать Допустим В твоей Ситуации Как Ты думаешь Движение В сторону Помощи Рабочему Классу В его Осуществлении Интересов Коренных И насущных Как ты думаешь В чем С твоей стороны Может быть Отключаться Помощь Даже не знаю Не думал Не думал А вот Допустим Ты же Знаешь Что-то Что-то Знаешь Может быть Еще Что-то Узнать Узнать Как Лучше Это Сделать Потом Ну Это Надо Учиться Законы Читать Это Не Юридическое Образование Но Что-то Из этого Нужно Уже А вот Мы С тобой Подошли К этому Ну Так Вот Может быть Стоит Об этом Задуматься Не Ну Конечно Стоит Конечно Стоит Вот Кстати Вот У нас Там Андрюха Боев Вот В этом Году Хочет Красного Университета Есть Там Система Дистанционного Обучения Как я Учился Виталя Кстати Вот Тоже Вот Втроем Скооперироваться Вместе Начали Учиться Я На тренировку Собрались Потренировались Где-то Где-то Там На перекурах Поговорили Где-то Потом После Типа Все Там Ничего Такого Сверхъестественно Сложно Но У тебя Уже Будет Базовое Понимание Всего Что Вокруг Тебя Происходит Как Это Сделать Вот Знаешь Я Так Думаю Да Вот К Этому Движению Так Прилитарскому Чтобы Быть Чтобы Иметь Силу Нужно Иметь Ну Скажем Так Юридическое Ну Не образование Но Юридические Какие-то Знания Вот Тебе Опять же Их же Дадут Вот Это Вот Юридические Моменты Есть Такой Российский Комитет Рабочих Вот Ты Как Рабочий Кстати Можешь Туда Спокойно Поехать Тебе Оплатят Там Рабовой Проезд Сюда Если Ты Соберешь Там Есть По-моему 5 Рабочих Должны Ну С твоего Предприятия Что Мы Тебе Делегируем И Все Петр Жарников Представляет Наши Интересы Вот Мы Делегируем На Это И Все Это Как Организовать Ты Съездишь На Российский Комитет Рабочих Там Собираются Такие Рабочих Как Ты Со С всей Страны Суждает Как Делятся Опытом У кого-то Есть Уже Большой Опыт По Организации Профсоюза Вот Этой Борьбы И Всего Как Это Юридически Делать Как Это На Практике Все Ты Приехал Посмотрел Там Несколько Дней Послушал Тебе Расскажут Там Уже От Людей Которые Живую Которые Этим Занимаются Которые Уже Добились Чего-то Там И Все Ты Приехал Обратно Сказал Параллельно Плюс Это Изучил Это Отбишь Это Знание Вот Самое Что у нас Бесценное Для Рабочего Класса Это Несение Научного Знания Системного Научного Знания Рабочую Среду Чтобы Рабочий Человек Самое Почему Сейчас Уничтожают Систему Образования Вот Это Промывание Мозгов По телевизору Чтобы Вообще Отупление Народа Потому Что Чтобы Не Осознал Класс Рабочих Управлять Деградантами Проще Чем Чем Умными Людьми Понимаешь И вот Основное Умные Человеки Всегда Скажут Нет Да Да Вот Я тебе скажу Что Рабочий Человек Он По Живости Мысли Так По Соображалке Он Гораздо Более Продвинут Чем Все Образованные Как Говорит На Выдумку Хитра Да Потому Что У нас Как Бося Суть Нашей Деятельности Она Заставляет Думать Тем Более Сейчас Как Нам Закручивают Гайки Со всех Сторон Как Ты Горишь Это Так Тут Вообще Все Генераторы Мысли Прям На Ровном Месте Начинаешь Придумывать Как Что Сделать И Как Б Это И Как Б Тут Просто Не Хватает Элементарно Вот Эти Базовых Знаний Для Организации Для Того Чтобы Рабочий Класс Организовался Все И Главное Сейчас Помощь Если Дор Стоима Она Не Требует Там Никаких Эти Каких Сверх Усилий Не Требует Каких Противозаконных Действий Все Никто Тебе Не Запрещает Изучать Теорию Не Запрещает Изучать Законы Трудового Кодекса Все Это Никто Тебе Ничего Не Запрещает Наоборот Когда Ты Начнешь Это Изучать Когда Ты Начнешь Понимать Свои Права Плюс Объяснять Товарищам Тебе Самому Будет Проще Ты Понимаешь Что Когда Ты Начинаешь К этому Движению Ну Смотри А Другого Пути Ты Не Видишь Что Допустим Зачем Трогать Предприятия Там Не знаю Ты Трогаешь Не Предприятия А Прибыль Хозяев Этих Предприятий Все От твоих Действий Знаешь Что Пострадает Предприятие Наоборот Улучшится Если Начнут Лучше Его Рабочие Получать Лучше Жить Они Работать Будут Лучше Ты А Вот Ты Только Пострадает Это Только Интерес Вот Этого Хозяина И То На Микроскопическую Он Даже В конечном Итоге Они Даже Его Интерес На Долгосрочной Периоде У Капиталиста Они Даже Лучше Ему Будут Наш Капиталист Они До Такой Степени Бестолковые Что Они Даже Этого Не Понимают Что Если Обороты Доходы Населения Увеличатся Экономика Начнет Расти И Все Остальное Им Даже Будет Лучше В Конечном Итоге Но Они Видят Только Вот Сейчас В конце Квартала Максимум За год Вот Сейчас Нам Хапнуть Как Нибудь И Все Короче Это Моя Корова Я Даю Молоко Все Поляны Меня Не Интересует Я Даю Пока Она Дает Молоко Когда Она Петель Дает Молоко Я Продам На Мясо Так Что Такая Ситуация Немного Понимания Есть И Понимаешь Ладно Я Что Знаю Что Это Тебе Объясню А Там Есть Люди Реально Образованные Профессора Кандидаты Доктора Наук Именно Которые Могут Объяснить Гораздо Лучше Чем Я Многие Вещи Согласен Конечно Короче По итогу К чему Мы Пришли Что Надо Ити Учиться Надо Учиться Организовываться И Учить Окружающих Себя Рабочих Есть Рабочий Класс По Мере Возможностей Чтобы Люди Знали Как Побороться За свои Интересы Коренные В дальнейшем И Коренные И Двигаться Уже В сторону Прогресса Пока Все Не Кончилось Горьким Катаклизмом Который Мы Сейчас Наблюдаем Часто Много И На этом Учиться Как Завещал Ленин Учиться Учиться И Учиться Кстати Это он Говорил В контексте Коммунизма Именно Учиться Теории Коммунизма А не Просто Об Моженой Буржуазной Теории Учиться Думаю На этой Положительной Ноте Закончим Сегодняшнюю Нашу Беседу С Петром До свидания Товарищи До свидания Товарищи 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 Товарищи